Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, наша неделя посвящена подготовке к Рушушана, потому что в этот день всему на земле, и живущим, и странам, и континентам будет вынесен приговор. Написано, кому на жизнь, кому на смерть, кому на процветание, кому на оборот и так далее. Есть разные секреты того, как мудрецы говорили пройти этот великий суд. Я расскажу сегодня об одном очень важном секретах. Я его сформулирую сначала, а потом мы о нем поговорим. Итак, формулируется он следующим образом. Благодарность за чудеса и избавление в прошлом открывают врата небес для просьбы о будущем. То есть, когда мы сидим и можем сесть сам с собой, посмотреть свою жизнь, свой прошедший год, найти все моменты, когда Бог тебя выручал, спасал, что-то тебе делал. И вот это все вместе, если ты почувствуешь, поймешь и действительно скажешь слова благодарности, это дает возможность открывать благословение на будущее. Обратите внимание, кто знаком с еврейской литургией, то, например, благословение Маде, благодарное тебе, в Амиде, в главной молитве, которая происходит. Происходит, говорят непосредственно перед благословением, сим шалом, то есть даруй мир. То есть, что есть? Благодарность за прошлое позволяет просить о мире, добре, благословении, жизни, любви и милосердии на будущее. В награду за благодарность мы можем просить о такой милости у Всевышнего наперед. Перед нами буквально несколько дней на то, чтобы открыть глаза и увидеть все благо, которое даровал нам Бог за нашу жизнь. Он дал нам жизнь, раз мы живы. Он дал нам здоровье, раз мы здоровы. Пусть не такое, как кому-то хочется, но дается покой, достаток, обеспеченность. И восхищаться, благодарить Творца. Вот наша задача. Поэтому вот именно так написано, мы удостоимся благоволения Бога, и Он исполнит тогда наши просьбы к добру. В Рошашана, который перед нами, человеку предстоит предстать перед Всевышним. Написали мудрецы, что он представит Всевышнего свой жизненный бизнес-план. Как он хочет прожить следующий год? На основании этого плана написано, Всевышний примет решение, какие ресурсы выделит человеку, чтобы он мог выполнить этот план. И нужен вообще этот человек в этом году, в будущем году или нет? Это очень важно. Получается, что в этот самый особый период нужно постараться найти время, чтобы пересмотреть свои поступки. Раскаяться, ощутить особую близость к Творцу. Это время написали мудрецы невероятно сильное, мощное. Надо переосмыслить свой жизненный путь. Посмотреть, куда я иду, в каком направлении. В этот период надо попробовать прожить так, как необходимо, а не так, как получается. И, естественно, в это время раскаяния, легко принимать со Всевышнего раскаяния, это пароль абсолютно всего, что может для полученного прохождения суда. Расскажу короткую вайсу такую. Агент торговец, высокая конкуренция, снизил цены, начал продавать товары, чтобы уже ниже себестоимости. Ситуация плохая. И вот он решил контрабанду взять, чтобы поправить дела. Пришли с проверкой, накрыли его контрабандный товар. Товар конфисковали, его отдали под суд. Его ожидало длительное тюремное заключение. Адвокаты ничего не могли сделать. Он в отчаянии поехал к Раби из Санза. И говорит, что делать, Рэба, бежать из страны. Он говорит, нет, иди в суд, и там тебя оправдают. Но как, говорит, все улики против меня, никто... Рэба говорит, иди в суд, и все будет хорошо. Ну, начался день суда, на что радеется, непонятно. Судья открыл дело, читает и говорит, господин Кон, проходите. А он говорит, я не Кон, я Коин. Обвиняемый говорит. Судья смотрит на него и говорит, вот, например, Аврам Кон? Он говорит, да нет, моя фамилия Коин. Дайте сюда паспорт. Он немедленно, он дает ему паспорт. Он смотрит, говорит, так это действительно ваша фамилия Коин, а здесь дело по Кону. Зачем вы сюда приперлись? Возвращайтесь домой, уходите, все. И человек ушел в абсолютном шоке. Как это относится к нам? Через несколько дней будет день суда. На одну чашу весов будут положены наши правильные действия, а на вторую лучше не говорить. И нам очень хочется, чтобы с нами произошло такое же чудо, как вот с господином Коином. Что просто так, несмотря ни на что, вот нас все-таки выручили, чтобы был хороший приговор. Написано это возможно. И мы сами способны сделать это чудо. Каким образом? Рамбам написал, что раскаяние приводит к тому, что все равно, что сказать, что такое раскаяние. Я другой человек, я не тот, что совершил те поступки. И уже выполненные наши заповеди будут принадлежать вот этой новой личности. А грехи уже к нам не имеют отношения. Мы не Кон, а Коин. Поэтому брахавы от слаха, что мы сделали правильный выбор, что мы нашли время в эти дни увидеть себя со стороны, увидеть, что надо сделать, что мы нашли правильные слова к Богу. Брахавы от слаха, хорошего приговора и печати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова